А вот я сейчас показал этот разговор, совершенно удивительный, когда звонят из израильской армии, там, хозяину здания, говорят, мы вас сейчас уничтожим. А что, можно договориться, типа, не уничтожим? То есть, вообще, сама эта идея очень странная. Идея не странная, это часто делалось, это делалось и в прошлый раз, сейчас это больше. Если речь идет о большом здании, тогда мы просто стараемся, чтобы не было много жертв. И сообщаем им, освободите здание, пусть все уйдут, через час, через два мы его уничтожим. Вот и все. И несколько больших зданий так были уничтожены, потому что хотели уничтожить там штабы или мастерские Хамаса, или центры связи. Но не было никакого смысла, чтобы люди погибли. Так это бывало и при артиллерийских обстрелах. Если не было, если была возможность, то всегда предупреждали, уйдите. Заберите детей, заберите людей, уйдите. Но, несмотря на это, это война. Когда бомбы падают, то люди погибают. Что показывает твой опыт? Насколько еще вся эта ситуация? Вот пишут, что радикалы из сектора газа с 10 мая выпустили по Израилю более 2800 ракет, более 300 из которых упали на территории Анклава, сообщил официальный председатель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус. Да, но выпустили... Они выпускают столько ракет, сколько они считают нужным. И по тем направлениям, которые они считают нужным. Например, два дня они стреляли по Тель-Авиву. И по центру Тель-Авива сегодня днем выпустили примерно около 100 ракет. Может быть, ночью будут обстрелы в том направлении, в котором они хотят. Разница в ковраде и действия ракет, и что они хотят достигнуть. Но... А что они хотят достигнуть? Я вообще не понимаю этого. В чем смысл? Нет, они уже достигли то, что они хотели. Сейчас это просто обмен любезностями. Они... Пока нет соглашения о прекращении огня, идет обмен любезностями. Они стреляют ракетами, мы их бомбим. Они в ответ на бомбежку стреляют ракетами. Наши военные считают, ах так, значит, мы должны ответить. Вот это все продолжается. Хамас уже своих целей достиг. Его цель была, первая, усилить свое влияние на Палестинской улице, прежде всего в автономии, второе среди израильских арабов, третье в арабском мире. Он это получил. Сегодня, если завтра бы произошли выборы, он на этих выборах побеждает. Это то, что они хотели добиться. Выборы отменили, хорошо, тогда они это делают другим способом. Если бы выборы не отменили, не было бы такого обстрела. Они бы, наверное, спокойно победили на выборах. Их цель овладеть Палестинской автономией, овладеть Палестинским движением. И к этому они идут. И вот этими событиями за последние шесть дней они сделали решающий шаг к усилению своего влияния. Ну, то есть какая-то абсолютная безвыходность получается? Нет, это не безвыходность. Это просто... То, что они хотят, и то, что им удается, во многом это благодаря нашей бездеятельности или глупости. Или неправильной политике. Но сегодня Хамас, кто сдерживает на территориях... Вот если посмотреть сейчас демонстрации, где нету демонстрации и никаких эффектов на территории Палестинской автономии. Почему? Служба безопасности, которая... Палестинцев, которая относится к Палестинской автономии, они против Хамаса. И они не отдают толпе перейти те границы, которые определили. То есть они их сдерживают по тем способам, которые есть. Хамас временно достиг своего политического успеха. Сможет ли он его потом трансформировать, перевести в то, что он захватит власть в автономии? Не уверен. Не уверен, потому что не все соблюдают в арабском мире, и слава Богу, принципы американской демократии. Вот в Алжире много лет назад те же исламисты Хамаса, но алжирского, победили на выборах. Военные взяли и отстранили их от власти. И поэтому Алжир сегодня он не под властью исламского экстремизма. Можно только представить, что бы было, если бы Алжир одно из самых серьезных государств и в арабском мире, и в Маграбе, и напротив Франции, был бы сейчас под властью таких же людей, как Хамаса. Поэтому то же самое было в Египте. Убрали Мурсин и удовольствие американцев. И осторожили власть. То же самое пока происходит на территории автономии. Но согласись, вот пока как результат дикий всплеск антисемитизма в мире. Да, конечно. Мы видим демонстрации в поддержку Палестины в Париже, в Милане. То есть то, что заявляют турки, показывает, что неправ был государство Израиль, когда не признал геноцид армян в Османской империи. Потому что сейчас Эрдоган в прямой обвиняет Израиль во всех смертных грехах. Но идиот я по-другому не скажу. Я не знаю, как иначе описать украинскую власть, не знаю, кому пришло эта идея в голову. В знак поддержки Израиля вывесили флаг Израиля в Киеве на проспекте Бандеры. Ничего так, да? Да, почему нет? Ну, я себе представляю, как Бандера об этом порадовался. это в его пустой голове вполне умещается. Там, вероятно, она настолько пусто, там может туда втиснуть и Бандеровский флаг, и нацистскую свастику с подразделения Нахтигай, и израильский флаг. У него на это ума хватит. Но не эта проблема, не у нас наши проблемы. Проблема наша, это проводить правильную грамотную политику. Нынешняя ситуация это результат отсутствия стратегии политической Израиля по основным вопросам. А может быть это связано с тем, что Америка изменила свою позицию? Мы же видим, что Трамп жестко поддерживал Израиль, а Байден скорее придерживается политики Обамы, которые существенно были проарабские про-палестинские. Во-первых, никаких пока признаков того, что Соединенные Штаты изменили политику. Есть предпосылки, что они ее поменяют. И что она не будет такого абсолютно поддерживающего все действия Израиля, как были при Трампе. Но сегодня этого еще нет. Приходо не имеет никакого отношения к Хамасу. Хамас американцев в упор не видит данного террористической организации? Да. То есть они как Израиль признают Хамас террористами? Конечно, у них не оставалось выхода. Но если говорить о Соединенных Штатах, там большая проблема. У Байдена большая проблема. Все левое крыло демократической партии, мягко говоря, она настроена против Израиля. А он находится под их давлением. Вот это движение Black Life Matter, оно антиизраильское и антисемитское. Это уже другая проблема. Это уже другая проблема в мире, которая заставит Соединенные Штаты изменить свою политику. Уже достаточно признаков того и намеков того и в сегодняшних разговорах Байдена с Натаньяу и секретаря национальной безопасности Соединенных Штатов с нашим министром обороны. И в заявлениях даже ПСАКИ. Что слушайте ребята завтра начинается Совет Безопасности давайте заканчивайте эти игры. То есть вероятно в течение суда Ну Хамасом управляет кто? Хамасом? Никто сам. Он сам собой управляет. Ну мы же понимаем. Но есть всегда кто-то кто может вежливо с ними побеседовать. То есть они ну если Хазбала это скорее иранцы то Хамас это скорее турки? Нет. Хамас самостоятельная организация. То что у них идеология такая же как у Эрдогана это совершенно другое. Хамас самостоятельная организация. Она никому не подчиняется. Она подчиняется только своему руководству. А другие вынуждены с ними считаться. Хамас никому не подчиняется. Интересно. От кого он зависит это другой вопрос. Финансово политически экономически. Но то поскольку политика государства Израиля последние 20 лет было что Хамас нам нужен Хамас нам выгоден но он должен быть не слишком сильный и не слишком агрессивный эта политика рухнула. И Хамас решил что он может такой сильный и добиваться того что ему надо устраивая провокации обстрела Израиля ракетами. И мы сами вырастили эту заразу на свою голову. Я плохо в этом понимаю но у меня такое ощущение что ситуация какая-то совершенно ну патовая то есть глобально что делать дальше не понимает никто. Ну вот сейчас я смотрю там Associated Press сообщилось что шокированы ударом по зданию где располагались офисы их агентств и других новоценных изданий в секторе газа. Байден и Таньяху провели переговоры по телефону Байден подтвердил право Израиля защищаться от ударов Саудовская Аравия Египет требует немедленного прекращения огня в газе но ситуация в Израиле такова что там 10 лет пройдет 20-30 а понимания что делать нет ни у кого как решить эту проблему нет есть понимание есть оно разное у правительства одно понимание у военных другое понимание у многих людей третье понимание но те кто принимали решения они исходили из своего понимания и своих политических целей и теперь мы остались у разбитого корыта потому что все попытки заменить переговоры с палестинской автономией и пытаться решать вопрос с палестинцами переговорами через Трампа со странами залива и заключением дипломатических отношений и тогда все кричали в истерике вот видите мы идем на политическое регулирование с арабским исламским миром а всем плевать на палестинца вот где все эти умники сейчас почему они все заткнулись действительность размазала их пусть они объясняют вот теперь пусть они объясняют людям народу почему они довели страну до этого состояния как их политика вот как вот чего она достигла это уже 4 операции было в газе а толку что а толку что сейчас вот в этой операции за 3 дня с военной точки зрения результаты великолепны великолепны за 2 суток достигли больше чем за 50 дней в прошлой операции с чисто военной точкой зрения а толку что невозможно трансформировать это а в политическом отношении мы проиграли хамас начал обстрелы хамас закончит обстрелы он получил политическую выгоду а с чем мы остались с демонстрациями в европе взрывом арабского населения в газе не в газе а в израиле с напряженными отношениями с остальным арабским миром в войне надо быть умным не всегда правым вот уничтожили это здание в этом здании находилось несколько зарубежных агентств они все были настроены про израильска а теперь они что говорят вы наши учреждения уничтожили и тон их репортажей резко изменился и вас спрашивают и кто от этого выиграл израиль от этого выиграл государство выиграло престиж государства за границей выиграл ну хорошо но уничтожили это здание ну разбили там еще несколько учреждений хамаса но думать же надо когда ты делаешь какой результат этого будет а мы восстановили против себя иностранные агентства и всех их представителей которые находятся в газе потому что мы уничтожили все их бюро война слишком серьезное дело чтобы получать ее генералу да это справедливая фраза но они ведут сейчас военные действия они говорят дайте нам еще два дня спрашивают зачем вот мы сейчас их так трахнем что они потом еще полгода не захотят воевать ну мы эти песни уже слышим мы эти песни уже слышали но прямые столкновения между арабами и евреями удалось остановить в лоде в других городах то есть на улице хотя бы навели порядок в лоде мы это будем расслабывать еще 20 лет это не просто так успокоить улицу да на сегодня можно успокоить улицу но проблема уже взорвалась нам еще 20 лет понадобится чтобы как-то это уладить на улице же вышли мальчишки 15 17 20 лет завтра они все будут 25 30 нам с ними жить это проблема и то что это произошло это результат нашего пренебрежения к арабскому населению то что позволили им жить вне закон позволили среди них развиться преступности в диких размерах я уже сказал количество оружия в руках арабов в Израиле оно огромное почти нет семьи в которой нет автомата пистолета или чего нибудь у бедуинов у всех и полиция в их кварталы не заходит когда люди живут вне закона это вопрос когда они начинают делать то что они хотят не только в уголовном мире но и в повседневной жизни это проблема поэтому я говорю многие проблемы с которыми мы сегодня столкнулись они результат отсутствия государственной стратегии для решения этих проблем и это урок всем нельзя оставлять проблемы не решены нельзя не пытаться их решить нельзя закрывать на них глаза нельзя заниматься самообманом нельзя полагаться что кто-то другой решит эту проблему пытались договариваться чтобы решить эту проблему что пытались делать говорить с их старейшин а молодежь их не слушает кто слушает их старейшин это мне напоминает одну страну которая хотела решить проблему договариваясь с ихними олигархами то же самое смотреть надо в корень а не идти по легкой дорожке шейха можно купить а молодежь купить нельзя когда он уже вырвался на улицу это уже поздно это урок всем да мы будем решать мы будем решать проблемы мы их решим но мы заплатим за это слишком высокую цену вот подтверждение твоих слов вот хочу показать что осталось от высотки в секторе газа в которую попало 4 ракеты там находилась и ассушиэтит пресс и аль джазир это кадры арти ну ну все просто груза мусора все уничтожено все в здании уничтожено вот как это идет ювелирная работа ни один дом рядом не пострадал это рухнуло как карточный дом ребят а почему не показывает зачем вы убрали показывать но от этой ювелирной работы только испортили отношения израиля с международной прессой как ты верно сказал а зачем зачем для того чтобы разрушить а рядом дома стоят четкий расчет хороший исполнитель я говорю с военной точки зрения все это примерно то же самое как это израильская это то же самое как операция прошла успешно больной умер но операция то успешно а вот сейчас я показываю улица берлина задерживают участников демонстрации в поддержку палестины во франции сегодня вышло до 22 тысяч людей в лондоне демонстрации такой никогда не было 30 тысяч до 22 тысяч до 23 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 тысяч я еще раз говорю чувствовать свою правоту это хорошо но так же как на дороге ты должен быть умный а ты не должен быть прав надо всегда заранее правильно смотреть а какой результат будет а какой результат будет ну когда смотрят а как я буду выглядеть эффектно среди своих избирателей в рамках предвыборной кампании или в борьбе для создания правительства или против создания правительства тем кто не угоден тогда нет времени заниматься государственными национальными проблемами если страна находится в этом положении уже четвертые выборы вероятно будут пятые полтора два года не решает проблему потому что вот та система политическая в которой мы живем в которой живут Соединенные Штаты в которой живут Европа которая фальшиво и стыдливо называется демократией она приводит к власти и власть проводит политику которая способствует ее популярности в краткосрочных выборах смотрят вперед на полтора два три года а государственные проблемы не решают и поэтому весь кризис западного мира и в Соединенных Штатах и в Европе и у нас тоже да не подпоришь власть борется за популярность политика борется за популярность а кто будет решать государственные проблемы а если решение государственных проблем требует пять или пяти или десяти или пятнадцати лет они вообще не начинают ими заниматься и так мы за тридцать лет вырастили хамас из ничего его же не было да ты прав и от этого еще печальнее от этого еще печальнее ясно что кажется к туристическому сезону Израиль не готов даже не по погоде а по всему происходящему знаешь сейчас россияне смотрят куда можно поехать куда нельзя сейчас уже и самолеты не летят я видел захватывающие посетите газу великолепная ночная жизнь кошмар великолепные фейерверки ночью посетите газу и у нас тоже хорошо спасибо тебе большое береги себя сегодня ночью сколько раз пришлось выбегать в бомбоубежище прошлой ночью нет а вот днем пришлось раз в 4 побегать потому что два дня они обстреливали юг Бершеву Димону Эйлат питались а это а днем они решили перейти на центр ночью обещают дать нам не дать спать не в центре и если им удастся так же помешать спокойному сну даже в хайфе кошмар спасибо большое Яковлевич